Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбл, и мы продолжаем Desert Sky, игрушку, очень похожую на раф. Только единственное её отличие, что это действие происходит не посреди океана, а посреди вот такой вот пустыни. И здесь, как вы помните, есть своя опасность, вместо акулы здесь есть такой вот земляной червь, если его можно так назвать. Итак, на чём же мы остановились? Вот на том, что при заходе каждый раз в игру, получается, ваш рафтецкий, если его можно так назвать, воздушный, он сам по себе приземляется и даёт вам шанс обдумать свои действия. Так вот, друзья, я, оказывается, очень сильно протупил в прошлых сериях и должен выразить вам огромнейшее благодарное, что вы в очередной раз мне помогли в моём прохождении. Так вот, я когда вот смотрел на этот станок, играю я в первый раз, много чего не знаю, спасибо вам большое за подсказки. Вы мне подсказали, что здесь, оказывается, находятся все чертежи, я думал, когда я буду открывать их как-то по одному, они вот здесь будут появляться. Оказывается, нет, всё намного проще. Внизу написано F slash G to change receipt. То есть, получается, можно было нажимать буковку F или G, чтобы менять рецепты. И, оказывается, многострадальная кирка, которая очень давно мне была нужна, находится именно здесь. Поэтому давайте, наконец-то, её скрафтим, тем более у меня для этого уже давно всё, оказывается, есть. Вот она моя любимая, вернее, не любимая, но скоро уже будет, я чувствую, любимая, моя долгожданная кирка, которую я очень искал. И очень, блин, она мне была нужна, мы могли добывать уже всякие селиточки, копать уже ней, но, к сожалению, у меня её не имелось. Давайте посмотрим, что здесь есть и ещё, какие рецепты здесь присутствуют. Так, револьвер, посмотрите, ё-моё, у нас будет пушка, когда мы всё, я надеюсь, насобираем. Так, ну, я так понимаю, до этого мы ещё не дошли рано, это что? Это деревянный молоток, но у нас есть, в принципе... Ой-ой-ой, я начинаю погибать! Тихо, ребятки, тихо, давайте мы немножко покушаем, мы немножко попьём. Почему, кстати, я не вынес на быструю панель, а вот какие-то фрукты... А, фрукты тоже, кстати, можно кушать. Ладно, вынесем пока еду и питьём на панель, алкоголь, я думаю, не буду. Ну, и, кстати, нашу кирку. Давайте посмотрим, вот так вот она выглядит. Ну, прочность вроде бы не должна уходить. Так, что у нас здесь есть, кстати, ещё? Я даже не знаю, что мне там именно пригодится. Вот две наковальни мы точно можем сложить. Вот эту бы штуку сюда, а фрукты можно вытащить. Вот так вот, нормально. Сделали обменчик и давайте посмотрим, что здесь есть ещё. Так, ну, верёвки, мы это знаем, крафтить можем. Бандаж! Друзья, посмотрите, я как раз искал, а как же подправить своё здоровье? У меня полосочки там осталось процентом на 10. Давайте скрафтим, тем более для бандажа нужно, оказывается, просто фибра и какой-то там ещё один несложный ресурс. Вот так вот, на всё, на наши глаза. А, и алкоголь. Алкоголь у нас имеется. Бухать не будем, значит, просто скрафтим себе бандажиков. Я думаю, скрафтим побольше, потому что сикер, это так называется, вот этот зверь, который присутствует здесь, который привносит в эту игру такую опасность, потому что иначе было бы совсем скучно. Так вот, он довольно нормально наносит нам урон, и поэтому бандажики нужно иметь с собой. Давайте подлечимся. Ох ты, неплохо, неплохо. Так, подлечились фрукты, мы вынесем себе на панель, и, должен вам сказать, мы практически готовы нашему дальнейшему путешествию. Давайте посмотрим, что здесь есть ещё в бандажике. Посмотрите, что здесь есть. Нойзмейкер, мне кажется, это именно та штука, друзья, которая должна отвлекать сикера. То есть, таким образом, я так понимаю, это должна быть типа приманочки в оригинальном рафтецком, скажем так. И посмотрите, чтобы его скрафтить, нужно дерево, ров, верёвочка, у меня всё имеется, и один колокол. Но колокол, я помню, я помню, подождите, я помню, вот, у меня целых два колокола. У меня были колокола. Давайте попробуем скрафтить этот нойзмейкер и посмотрим, как же это всё дело выглядит. А выглядит это вот-вот такая вот коробочка, получается, плетёная. И внутри находится колокольчик. Не знаю, интересно. Давайте, позволяет нам ещё это сделать? У нас есть ещё один колокол. Ну что же, давайте скрафтим ещё одну. Ну, так, на всякий случай, скажем так. Так, так, две штучки у нас имеются. Мне кажется, мы неплохо прибарахлились. Вынесем, на всякий случай, на быстрый слот. И упорядочим наши вещи. Да, так, получается, у меня есть 18 камней. Могут пригодиться одна фигурка для антуража. И один всего лишь уголь. Но мне кажется, мы могли бы добыть больше. Посмотрите. Так, плавилочка. Ага, такая же самая система, оказывается, есть в этой вот котелке плавилки. Не знаю, что это такое. Здесь, я насколько понимаю, заряжается топливо. Да, насколько я понял. А здесь также само меняется, друзья, рецепт. Посмотрите. Мы можем плавить либо остальные слитки, либо золотые. Но руды у меня не имеется. Но теперь-то у меня есть кирка. И руду мы сможем с вами, конечно же, займеть. Все. На этом, я думаю, наше упорядочение инвентаря и разбор, скажем так, ошибок предыдущей серии мы закончили. Всем еще раз огромнейшее, огромнейшее просто спасибо, друзья, всем, кто участвует в нашем общем совместном прохождении. Если вы знаете что-то еще, если вы играли в эту игрушку, знаете секреты, конечно же, пишите в комментариях. Я все комментарии внимательно читаю, отмечаю и буду использовать и корректировать наше с вами общее прохождение. Заранее всем спасибо. Ну, а мы двигаемся дальше и попробуем посмотреть, а что же, собственно, ждет нас впереди. Насколько я понял, селения вот эти, как и острова Аймсерлинг, там, да, мне нужно найти что-то поесть. Короче, наш персонаж хочет есть. А давайте попробуем взять вот так вот шестерочку. Понял, я нажал и сразу добавилась еда, полосочка еды. Но с этим нужно быть, я так понимаю, осторожным. Вот сейчас я нажму пятерочку. Да, потому что игра даже не спрашивает. То есть по ошибочке вы можете нажать и случайно есть или выпить больше того количества, чем вы себе думаете. Поэтому, наверное, надежнее будет вот так вот открывать, клацать. Ага, это инвентарь, значит, клацать правой кнопкой мыши. Ну, все, мы практически по фуллу, кроме нашего топлива. Потому что топливо у нас осталось... Ага, на горизонте что-то появилось. Кстати, значок опасности, значок этого сикера появился. Но я не вижу... Я вижу огороды. Я вижу огороды. Я не понимаю, а где здесь можно приземлиться? Мне кажется, приземляться мы будем прямо вот-вот-вот-вот на гористой этой местности. Круто, прикольно. И у меня... Да, эй, 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 я ничего не нажимал. Я ничего не нажимал. Стой ты, стой. Блин, а можно какой-то якорь что-ли сделать или что? Мне кажется, сейчас наш... А как я потом туда заберусь? У меня вопрос. Не знаю я, как туда заберусь. Короче, я даже уже не буду пригинаться, приседать, бегать. Попробую побегать в обычном своем режиме. Все равно этот сикер, я думаю, появится. Так, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только бы не разбиться. Я увидел, друзья, воду. Поэтому я к ней спешу. Но, к сожалению, у меня нет фляги. Нужно будет разобраться как-то с этим вопросом. Дринк-то мы можем по фулу попили. Это, конечно, радует. Я думаю, я только не знаю, смогу ли я вылезть на свой остров. Так, а мы сможем здесь присесть? Да, мы сможем присесть. Сикер достанет? Или до нас здесь сикер? Вот этот меня вопрос очень сильно интересует. Я хожу очень громковато, друзья. Я даже не приседаю. Вы знаете, чтобы... Если вы смотрели предыдущую серию, чтобы не привлекать внимание этого червячка злостного, нужно ходить с зажатым контром. Тогда он якобы ваши шаги не слышит. И тогда у вас есть шансы исследовать это незаметно. Так, а кто же посадил эти чудесные волшебные грядки вот прямо здесь? Мы, конечно, их немножко попробуем еще порубить. Собрать, кстати, фруктов. Я не помню, что дают фрукты. Они утоляют жажду и еду или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста. Опа, ведро. А как тебя взять? Как, 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 как взять? Я хочу это ведро. Блин, я хотел забрать на плотецке это ведро, но, к сожалению, не получается. Так, фрукты, фрукты. А что делать с этими грядками? И у меня вопрос. А кто додумался сверху их вообще посадить? Я, кстати, краем, краем глаза увидел только что кое-что. Там есть, оказывается, поселение, которое мы, конечно же, с вами вместе исследуем. И мне кажется, это... Там есть чел. Вы видели? Там есть чел. Интересно, у нас нет еще никакого ни револьвера, ничего. Ну, мы... Ну, во всякий случай, мы сходим в туалет и обнаружим бутылочку алкоголя. Чел, ты нас... Это добрый? Появился. Появился этот сикер. Вот, 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 вот. Внизу только я сходил в туалет, опорожнил, скажем так, свой кишечник, свое чувство страха. И этот сикер как раз вылез. Окей, я надеюсь, он до нас не достанет. Все-таки мы находимся сверху. А мне очень интересно, что же за чудачок Нейлс? Это гвозди нас ждет. Я сейчас, вот, друзья, все пролутаюсь, все соберу, чтобы ничего не пропустить. Мало ли, может, он окажется каким-то не очень-то и гостеприимным в кам... Кам... Блин, да что ж ты будешь делать? Ковбоем, я хотел сказать. И нам еще придется отсюда сваливать. А посмотрите. А он развернулся и стоит от нас. Вот так повернулся. Кстати, типа он нас не видит. Ну, привет. А нет, все-таки увидел. Ничего страшного, я так понимаю, не происходит. Он не стреляет, не бьет нас. Все нормально. Он здесь ел, пил, короче. И мы исследуем, я так понимаю, твое жилище. Мне кажется, вот это деревцо тебе как-то мешает. Давай я тебе подкорректирую, подправлю. Блин. Этот сикер. Так, а как же с ним можно взаимодействовать? А, можно с ним, оказывается, говорить, друзья. Вот вам и отличие от обычного рафтеского. Там взаимодействовать НПСов еще не вели, друзья. А вот в этом воздушном рафте мы даже можем поговорить с живым, скажем так, человеком. О, боже, какой голос. Да, 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 конечно, я тебя понимаю. Да, я использую какой-то музей. Боже, я не хочу это все переводить. Я очень жду русской локализации. Так, look the bench. Так, а что можно у тебя посмотреть? И, в принципе, все. То есть, да, взаимодействовать с тобой мы не можем. Ага. Look for the bench. Так, ну давайте посмотрим, что здесь есть у него. Так, есть у него вот так вот. В чемоданчике. А вот эта штука. Open и все, да, получается. Ну, короче, давай мы проверим. Опять можем в очередной раз попить. Блин, мне кажется, друзья, нам нужно... А вы слышали колокольчик? Как только я открыл дверь, еще появилась иконка колокольчика. Так, 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 так. А вот такая штука, получается, переносная есть. С помощью которой мы можем делать, получается, нашу еду. Но для этого нам нужно зарядить топливо. Ф, раз, два, три, зарядили. И теперь еду крафт. Ага, вот так вот баночкой можем готовить. Кстати, хорошая штука. Мне бы такую на крафт, вернее, на рафт наш нужно. То есть, на наш плод. Давайте на всякий случай. Я закрою дверь, а то мало ли придет сикер и мало мне не покажется. Так, пока что там готовится наша еда. Мы попробуем исследовать его жилище. Что здесь такого интересного? У него есть дорожная сумка, в которой камни и фиброз. То есть, с кактуса находятся. Ну, нормально. Чел так носит с собой непонятно что. Так, хорошо приготовили. Что нужно, кстати, для этого рецепта? Так, фулл зарядили. Один футин. У нас этого не имеется. Кстати, одну баночку мы сделали и все. К сожалению. Короче, с едой еще здесь могут быть траблы. Ребятки, кто уже нашел способ там, как пополнять все? Спать мы не можем. Короче, исследуем, идем дальше. Кто нашел способ, как можно здесь уже пополнять по-быстрому еду? Воду напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, я вижу колокольчик. Колокольчик срабатывает. Но я все же надеюсь, что мы находимся с вами на высоте. И Сикер, как бы он там не бесился. Я надеюсь, он до нас, друзья, не достанет. Ну, потому что это было бы вообще как бы. Так, неплохо, неплохо. Коробочку гвоздей я нашел. Камешки. И фиброз. Так, рубим, рубим, рубим. У нас мало, друзья, с вами дерева. Нам нужно затариться деревом, потому что я уже планирую как-то расширять плотик. Как-то он у нас совсем уже... Да-да-да-да-да-да. Сикер где-то там внизу ходит, орет что-то ему там с вами не нравится. Нам... Ему не нравится, как мы тут взаимодоездим. Почему-то я не могу рубить. На вершину вылезти вообще мы скакаем просто как горный какой-то сайгак. Так-так-так-так-так. Так вершинку исследовали. И в принципе, в принципе, больше здесь ничего интересного нет. Да, ну нарубим чуть-чуть фибрых. Хотя у меня ее с головой. Мне бы такое что-то... Дерево бы побольше. Да, мне бы побольше дерева. Так, вода есть, туалет. Мне кажется, вот таким образом и будем выбираться назад. Все тем же способом. Я только единственное, что думаю, они зависли там мой плот. Потому что, как вы понимаете, игра еще очень сырая. Багов много. И я не удивлюсь, если я сейчас совершенно не смогу попасть назад на свой плот. Это будет, конечно же, обидно. Не знаю, придется перегружаться, не придется. Но если я это сделаю, вы же понимаете. О, он кого-то здесь похоронил. Так, yet to read. Так-так-так-так-так-так. Close. Close. Понятно. Я вот думаю, да. Да, все-таки пойдем в обход. Потому что, если я перегружусь, я хотел дорассказывать. То вы понимаете, здесь генерация мира идет рандомная, я так понимаю. И генерация вот этих островов. И не факт. Не факт, что я застану этот же остров вот на этом же месте. Блин, а как туда залезть? Капец. А как я должен туда залезть, к своему плоту? И если я спускаюсь ниже, друзья, это уже чревато тем, что за мной гонится сикер. А давайте мы сейчас с вами используем вот эту ловушечку и посмотрим, как все это дело происходит. Сикер просто... Ага, понятно. Короче, у меня есть там сколько-то секунд. Сикер на нее набрасывается. Ну, а мы продолжаем делать свое дело. А делать нам нужно просто... Да, 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 да. Мы его отвлекли. Но где же наш, друзья, плот? Мне просто нужно забраться на наш плот. Вот, с такими отвесными скалами, мне кажется, сделать это нереально. И мы уже потратили свою... А не единственное. У нас есть еще этот колокольчик, приманочку. Мы потратили, блин. И как-то мне нужно добраться до нашего плота. Хотя, в принципе, да, здесь просто по стенам можно вот так вот в отвесную прыгать, прыгать. И ничего страшного, в принципе, не происходит. Но вот это, кажется, стена, ну, совсем как-то не преодолевает. Хотя, хотя, хотя... Да. Все очень легко, оказывается, преодолевается. Прикольно. Короче, до плота мы доскакали. Грузим топливо и улетываем отсюда. Вот такое интересное место среди гор. Получилось, я хотел сказать. Получилось или не получилось? Так. Ну, и все. И мы что? И мы... Ну, вот, видите, друзья. И мы уперлись в горку. Что делать в таком случае? Ну, я не знаю. Мы попробуем... Знаете, что с вами? Мы попробуем с вами... Ага. Я только хотел сказать, что мы попробуем поспать, сохраниться. Но не тут-то было. И вы понимаете, да? Ранний доступ. И я понимаю, что нужно в очередной раз делать релок. Так. Как вы понимаете, я сделал рестарт. Вернулся в игру. Припарковался теперь до скал, чтобы мой плотецкий не завис. И здесь, друзья, оказывается, есть интересная фишка. Вот тот чувачок, фермер, он не просто так со мной разговаривал. В этот раз я уделил внимание, прочитал, что он там мне говорит. И, оказывается, он дает, скажем так, мини-подмиссию. Насколько я понял, что нужно было найти как-то фотографию его жены или что-то в этом роде. Но нашел я вот что-то такое. Короче, это могила его жены. Но вот прочитал я ее послание. Взял какой-то коврик, накидочку. Не знаю, больше ничего здесь нет. Здесь только фляжка. Видать, он поминал свою женушку. Ну и мы попробуем вернуться назад и поговорить. Возможно, миссия таким образом засчитается нам. Потому что, оказывается, не просто так. Кстати, я вот не исследовал здесь второй этаж. Посмотрите, как я провтыкал. Только что шел и увидел... Ого, здесь сколько разных вкусностей есть. Ага, значит, надо повнимательнее. Посмотрите, ё-моё, сколько я попропускал. Нужно как-то повнимательнее на это все дело смотреть. Ну, вроде бы, больше, больше, больше ничего я не пропустил. Но если что, пишите в комментариях, что я знал, что что-то нужно искать. Так. Look for the bench. Что он такое хочет, чтобы я посмотрел? Ну, куда я посмотрел? Вроде бы, не пойму я, куда еще он хочет, чтобы я посмотрел. Я нашел. Я нашел, получается, могилу его жены. И open... Нет, мы все-таки, наверное, открываем внизу ящичек. Не знаю я, что он от меня хочет. Кто играл, друзья, напишите в комментариях. Что-то, что-то я еще недопонимаю. Могилу его жены я нашел. Что-то там подобрал. Вот, накидочку. Я думаю, декорация. Airship. Это для декорации. То есть, получается, вроде бы подобрал. Но миссию, скажем так, выполнить до конца я, наверное, не смог. Что-то, что-то здесь не сходится. Ну, в общем, вот же я прочитал. В принципе, больше здесь ничего нет. На кресту тоже ничего нет. Блин, выпить что ли? Тоже там, блин. За ее упокой души. Я не знаю уже, что делать. Короче, ладно. Пишите в комментариях, что я знал, что делать в следующий раз. А мне нужно как-то по-быстренькому добраться снова до своего плота. Надеюсь, сикер меня не спалит. У меня стаминка есть. И мы снова будем отправляться в путь. Посмотрите, как мы удачно. Единственное, я вот думаю, мы сможем прорулить вот прям над этой глючной горкой или нет. Так, давайте закинем еще топливо. И посмотрите. Нет, 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 нет. Мы пролетаем. Нормально. Короче, пролетели. Ну, ранний доступ. Что вы, друзья, хотите? И что тоже я хочу. Так, короче, что там? Мы немножко уже подсобирали ресурсов. Да нет, не сильно. Мы там немножко не подсобирали. У нас есть всего 11 досточек. Блин, этого мало. Этого очень мало. Но я хотел бы потихоньку начать как-то расширять плот. И я хотел, друзья, знаете, я посмотрел на превью. Есть интересный такой концепт. Так, 4, 1, 2. 4, 1, 2. Все то же самое. Так, а как вот мне расположить... Нет, не наверх. Я хочу лестницу. Я хочу лестницу, друзья, вниз. Вы мне писали, что можно делать лестницу вниз. Да как? А как я буду сюда сходить, если я вот это вот так вот зарублю? Да. Мне кажется, что-то не то, не совсем то, что я планирую. Либо наверх, либо на низ. Ну, мне хочется сделать вниз, но, блин, я хотел это сделать немножко дальше. Немножко... Кстати, кстати, тихо-тихо-тихо-тихо. На горизонте, на горизонте есть первая залежь, которую мы сейчас попробуем, друзья, с вами вместе копнуть. Паркуемся рядышком. Пробираемся на контроле, чтобы нас эта зараза не услышала. И попробуем... Это же залеж? Это вроде бы залеж. Попробуем вот это подолбить, блин. Почему не долбиться? Я вижу, что это уголь. Да? Это уголь или нет? И поч... Эээ... Рекресс пикэй... Пикэкс. Подождите, пикэкс. Эээ... Ну, вот это что ли? Вот, правильно, руб... Уголь! Нарубили, блин. И все? Вот эту одну штучку... Есть еще один уголь? Тихо, две штучки. Блин! Я-то думал, это огромнейшие залежи. Ё-моё. А кости рубить нельзя случайно? Я-то думал, друзья, что это огромные залежи. Их можно долбить и долбить. И там... Сколько нужно, блин, насобирать. Оказывается, не так все просто. Оказывается... Мдаааа... Короче, такими темпами мы, конечно, будем рубить очень долго. Я так подозреваю. Ладно. Так, ну что, блин, а как мне вниз? Я хочу расширяться, скажем так, вот. Неплохо. Я хочу вот так вот расширяться вниз. И у меня уже, наверное, практически... О! Деревья, кстати, хорошо. Давай нарубим деревья. Есть деревья, такой есть мини-мини лесочек, да? Ну, ходить мы будем, как обычно, я думаю, на карачках. Чтобы сикер нас не услышал. Мы немножко... Ну... Ааа... Да, прикольно мы остановились, прикольно. Если мы сейчас не нарубим и не построим лесенку, то так нам, в принципе, и не добраться до нашего плотецкого. Я почему решил вот так строить вниз? Я увидел на превьюшке. Я очень люблю проверять, друзья, а как разработчики вот эти делают самые свои превьюшки. Скажем так, превью к игре, картинки разные, то, что они анонсируют в стиме и так далее. Мне интересно, они создают это как-то просто по своей фантазии, пользуясь там консольными командами или своими программами и разработками? Или это реально сделать в игре? И поэтому я люблю такие строить плоты. Я уже делал так в Stranded Deep, убедился, что это было реально. И хотел бы, конечно же, и в этой игрушечке вот проверить. Так, я вот... О, отлично! Смотрите, мы сделали уже себе постаментик. Заходить, по крайней мере, мы можем. Что ж, чудесно. Так, хорошо, хорошо. Мне нужно еще немножко дерева. Каждое дерево это возможность строить и расширять наш плотецкий. Так, немного здесь его находится. В принципе, если я вот так буду ходить, лазить, то я, конечно, его со временем нарублю. Но как-то это долговато занимает времени. Короче, ладно, друзья, я порублю ближайшие деревья, а потом продолжим вместе расширять наш плотецкий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я-я-я-бегу, я-бегу, короче, дорубился. Все равно ходил на шпиньках, ползал, лазил, стоять, стоять бояться, ты меня не достанешь, зараза такая. Короче, что я могу сказать по итогу, друзья. Ходил, лазил, но тем не менее мне это, к сожалению, не помогло. Да, потому что он все равно проснулся. И я, когда рубил деревья, все равно создавал, издавал вот какой-то шум. Да-да-да, пока-пока-пока, мы все улетаем. Ладно, ну сколько нарубил, столько есть, и я руб, подождите, руб, у меня нет веревки. И посмотрите, он только что на наших глазах исчез обратно в небытие, или точнее в песок. Так, напомните мне, что там нужно, чтобы сделать руб, просто фибру. Так, отлично, мы сейчас будем крафтить, крафтим, короче, веревочки и будем продолжать делать палубы. А если я первую не заберу, а если я первую не заберу, то вторую я крафтить не могу. Понятно, но мы проверяем все возможности игры, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Тем более, на горизонте пока ничего я особенного не вижу. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем крафтить веревочки. Так, это уже третья, это у нас будет четвертая. И я вижу, я вижу залеж. Так, я сейчас вот возьму веревочку, и мы где-то должны приземлиться, прям, прям где-то рядышком. Где я ее видел? Вот, я вижу. Посмотрите, это красненькая какая-то залеж. Это новая залеж. Давайте исследуем, посмотрим, что есть здесь. Так, наш трамплинчик готов. Если что, мы быстренько, быстренько сюда заберемся. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Так, идем тихо, чтобы сикер нас не слышал. И мне кажется, красную залеж, друзья, мы с вами еще не видели и не искали. Но я так точно. Так, что это вообще такое? Клац, бац, что, 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 как, как это называется? Так, давайте поставим пока что это сюда, алкоголь сюда. Так, эти фрукты сюда. И почитаем. Айрон ор. О, так отлично. Это то, что мне нужно. Это то, что мы с вами сможем уже плавить в плавилочке. Но, к сожалению, как видите, сделано все по-хитрому 3, да? Вот в этот раз 3. В тот раз 2 угля я нашел. А в этот раз всего 3 айрон ор. Так что, если вы думаете, что у вас все так просто будет добываться в этой игре, то вы, как и я, значит, ошибаетесь. Здесь, получается, нужно плавать, а точнее летать. И летать еще долговато. Так, я вижу немножко дерева. Сейчас я порублю и это дерево, пока сикер не вылезет. И тогда мы полетим с вами дальше. Так, короче, вы видите, в очередной раз сикер меня преследует. Не дает он мне нормально, в принципе, долго рубить. Короче, что бы я ни делал, как бы я ни ходил, ни ползал, он все равно через какое-то время стандартно появляется. Ну и фиг с ним. Мы продолжаем крафтить свои веревочки и будем потихоньку, понемножку пытаться расширить наш плотецкий. Так, каким образом я хочу это сделать? Ааа, блин, там, наверное, закрылось. Вот так вот. Давайте рядышком это еще будем сделать, расширять. Да все, не хочешь ты? Короче, ладно. Сикер тут не дает ничего сделать. Мы будем подниматься в воздух, зарядим вот так вот топливо, скорее всего, да? Напишите мне, пожалуйста, может, я уже буду потихоньку закидывать уголь. Нужен уголь для крафта или нет? А то я его как-то пока что экономлю. Так, ну и я продолжу. Блин, Нейлс, верев... Нейлс. А, Нейлс, у меня закончились Нейлс. Ё-моё, как это все быстро, друзья, заканчивается. Просто жесть какая-то, как это быстро. Нейлсов у меня нету, блин. Ну, короче, ладно. Так, Айрон Ор. А что мы сможем сделать? Айрон Ор. Горд, нет, Айрон Ор. Так, мне нужно только внести топливо, насколько я пою. Голд, ингот, Айрон Ор. Так, Айрон Ор. Адмофуэлл ту Брэйзеркрафт. А как внести топливо? Так, адвуд, адго... Так, ну что, использовать доски или нет? Так, короче, мы начинаем вот так вот с вами, я так понимаю, плавить. Вот так. О, разобрались. О, 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 на горизонте что-то появилось. Посмотрите, давайте какой-то дилижанс. Давайте и лесок. Целый лесок. Целый лес, дерево. Целый, друзья, лес, дерево. Это же какое богатство, блин. Немножко далековато я стал. Это же какое, ё-моё, богатство. Так, посмотрите. Вот для чего нужна была эта форма. И таким вот образом, таким вот макаром мы выплавили первый наш селиток. Нам бы ещё разобраться, а как же с этого селитка, друзья, как же... Так, топливо есть, айрон не хватает, да? Как же с этого селитка нам бы получить, знаете что? Нам бы получать нейлсы. И тогда было бы вообще всё у нас замечательно. Так, я вот это складирую. Посмотрите, сколько я уже всего набрал. Так, верёвочки вот сюда. Эту штуку, даже не знаю для чего, вот сюда. И в принципе, мы неплохо так упорядочили инвентарь. Но! Но-но-но-но-но-но. Так, что мы можем там скрафтить? А ничего, а ничего практически мы не можем скрафтить, потому что у нас нет гвоздей. Так, как делаются гвозди? На чём делаются гвозди? Так-так-так, F-change, гвозди, 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 гвозди. Мне нужны очень гвозди. Так, друзья, возможно, я ещё не выучил этот рецепт. А возможно, знаете, что я подумал? Возможно, нам нужно построить какую-то ещё смелтер у нас есть. Кузня, Blacksmith. По-любому. То есть, Iron in God нам нужно ещё три слитка, которые мы наплавили. И нужна ещё какая-то Envril и Brazzers. Так, Brazzers у нас, кажется, есть. А вот Envril, так, Brazzers есть. А, всё, Кузя, всё у нас есть. Короче, нам нужно наплавить слитков. А чтобы наплавить слитков, нам нужна, друзья, красная вот такая руда. Но пока что это будет у нас делаться и происходить, я предлагаю потихонечку исследовать этот чудесный лес. Да? Да. Так, посмотрите, что это за место. Посмотрите, сколько дерева у меня просто разбегаются глаза. Когда я здесь с этим закончу, вы понимаете, что мы сможем расширять наш плод просто как нам заблагорассудиться. Так, тихо, почему? Ай, не надо нам ни мышки, ничего. Ну, вы посмотрите, да что ж ты будешь делать? Глючи-то как? Так, вот мы копаем. Но, блин, если я... Не понял. Это сикер? Это спящий сикер или нет? Ё-моё, давайте тихо попробуем к нему. Он спит? Или мне кажется? Ой, мне кажется, друзья, мы сейчас сделаем попадал. Так, давайте я сделаю так. Так, я вот сделаю сейв. И я думаю, если я сейчас наступлю... Там какая-то юрта. Вы понимаете, что все, что здесь происходит, создает шум. То есть, если я наступлю на вот... Ой, я хочу кушать. А кушать у меня нечего. Блин, сикер, это мертвый сикер или живой? Так, давайте по-быстрому попробуем исследовать. Потому что, если я сейчас не найду еды, мне будет просто трындец. Посмотрите, это юрта сикера. Ё-моё, что это за место такое интересное? Вы посмотрите, что здесь находится. Так, это мы под... Ага, это какой-то тотем. Вотер. Мы подобрали вотер. Давайте, где наши вотер? Мы сразу попьем. Но нам бы, блин, етурит. И здесь they can be killed. Здесь написано... Так, я потом попробую позже перевести. Но здесь написано вот черным. Они могут быть убиты. Их можно убить. Мне кажется, это главное послание, которое нам должны передать, друзья. Здесь какой-то тотем. Блин, я уже хочу жрать. Я уже нереально хочу жрать. Посмотрите, какое интересное место. Я сейчас даже, друзья, сделаю... Мне кажется, вот так вот запрячу и сделаю превью. Это будет супер. Так, блин, ищи, ищи быстро. Что можно сделать? Я сейчас бегаю, бегаю. Если что, я сохранился. Можно будет откатиться. Все это дело порубить, исследовать. И давайте исследуем еще и эту тележку. Посмотрим, это живой или мертвый сикер. I should take... А, мне нужно взять образец. Может, я смогу убить его как-то. Посмотрите, что это такое. Это клык сикера, друзья. И еще это золотая руда. Но я слышу нехорошие звуки. Я очень слышу нехорошие звуки. Я надеюсь, что там... Есть, 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 есть. Попить и гвоздики. Все, все прошло удачно. Посмотрите, мы не очень-то сильно пострадали. Я даже использую один бандажик, чтобы быть на фуле. Так, хорошо, хорошо. Все отлично. Все идет шикарно. Кроме того, что... Кроме того, что меня увидел сикер. И это меня не радует. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А если я запрыгну сверху... Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. В юрте. У меня получится спрятаться в этой юрте. Или не получится. Он зайдет за мной или нет. Я запрячусь прям за тотем. Тотем. Тотем меня храни. И вы посмотрите, как... Тотем, короче, меня, друзья, хранит. Ну что ж. Вот это местечко. Вот это мы нашли местечко. Так, короче, я буду по-тихому рубить все, что здесь вижу. Кто находил это место, напишите, пожалуйста, в комментариях, а что это вообще за место. Ну, я так понимаю, это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это нам такое послание, чтобы мы не боялись этих сикеров. Здесь сказано, друзья, что мы можем их убить. И я надеюсь, мы с вами сделаем это вместе. Уйди отсюда. Я еще не готов тебя убивать. Кто уже убивал сикера, напишите в комментариях. Хотя я уже знаю даже одного человека, кто это сделал. Ну, а если вы тоже к этому причастны, пишите свои советы в комментариях, как вы это сделали. Посмотрите, даже перекати поле качество. Прикольный лесочек. А я останусь здесь и буду рубить весь этот лес. Всем спасибо, друзья. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Мы с сикером с вами прощаемся из этой чудесной юрты. Надеюсь, до следующего раза я останусь жив. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok